36-й день войны России против Украины. Село Ясногородка примерно в 50 километрах к западу от Киева. Семейная чета Малышенко разбирает то, что осталось от их дома после захвата деревни российскими войсками. Недавно украинские войска отвоевали эту территорию назад. Семья решила вернуться. Обугленные медали, которые он получил за службу в Афганистане ещё при СССР. Вот, пожалуй, всё, что осталось у Сергея Малышенко. Никогда не думал. Служили с нами и россияне. Вот вам и русский мир, который воюет с народом. Этот дом не сделал ему ничего плохого. По данным британской разведки, в ближайшие дни в пригородах Киева, скорее всего, развернутся ожесточённые бои. Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на отвод ограниченного количества подразделений, напомнила разведка Британии. Сообщается также, что несмотря на заявление Москвы о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, артиллерийские и ракетные удары РФ по городу продолжаются. В своём ночном обращении президент Украины Зеленский, подводя итоги предыдущего дня, так охарактеризовал ситуацию на переговорах с Россией и на фронте. Есть переговорный процесс, который продолжается, но пока это только слова. Пока без конкретики. Есть также другие слова про якобы отведение российских войск от Киева и Чернигова, про якобы снижение активности оккупантов в этих направлениях. Мы знаем, что это не отведение, а последствия изгнания, последствия работы наших защитников. Но также видим, что в то же время происходит накопление российских войск для новых ударов в Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим. Не верим никаким красивым словесным конструкциям. Есть реальная ситуация на поле боя, и сейчас это самое главное. По данным Пентагона, Россия передислоцировала примерно пятую часть своих сил под Киевом. А тем временем Генштаб ВСУ предупреждает, что на оставленных Россией территориях в Киевской области фиксируются случаи минирования территории и домов местных жителей. Власти Ирпеня, которые три дня назад полностью отвоевали украинские войска, попросили, к примеру, местных жителей, покинувших ранее город, не возвращаться еще как минимум месяц. Обстрелы города российской артиллерией до сих пор продолжаются. Мир города также сообщил, что российские войска частично заминировали местные парки. Саперы проверяют сейчас близлежащие леса. В городе также собирают трупы людей, которых в последние недели никто не хоронил. В Организации объединенных наций заявили, что, по их сведениям, армия России не менее 24 раз применяла в Украине кассетные боеприпасы. Постоянное применение оружия взрывного действия с широкой зоной поражения в населенных районах вызывает огромную озабоченность. Это оружие включает ракеты, тяжелые артиллерийские снаряды и реактивные снаряды, а также авиаудары, вызывающие массовые разрушения и повреждения гражданских объектов. Кроме того, мое управление получило достоверные сведения о том, что российские вооруженные силы по меньшей мере 24 раза применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах. Мы также расследуем информацию о том, что украинские вооруженные силы также применяли такое оружие. Мишель Бачеля также сообщила, что ООН достоверно известно о смерти по меньшей мере 1189 гражданских. Но в организации исходят из того, что реальные цифры гораздо выше. В ООН также заявили, что они расследуют предположительную насильственную эвакуацию жителей Мариуполя в Россию и на неподконтрольные Украине территории. Сегодня украинская и российская стороны при посредничестве Красного Креста согласовали гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя. Накануне мэр города Вадим Боченко, который сам выехал из Мариуполя 8 дней назад, призвал общественность спасти оставшихся в городе жителей. Практически закончилась еда, отсутствует вода. И мы сегодня кричим всем нашим международным партнерам и даже в том числе призываем все сегодня международные миссии объединиться ради одной цели – спасения жизни мирного населения города Мариуполя. На данный момент, предположительно, в городе все еще находятся примерно 160 тысяч мирных жителей. Все стремились к благополучию. Сейчас мы нищие. Стоим у костра. И бездомные. Бездомные. Сколько это будет длится? Нам негде скупаться. Мы пьем воду, неизвестно какого происхождения. Какие там бациллы, один бог знает. В сегодняшней эвакуации должны быть задействованы 45 автобусов. Окажется ли успешным зеленый коридор сегодня, станет понятно лишь поздним вечером. Вот что рассказывают мариупольцы, вывезенные в Запорожье ранее. Удрали до сына в Мариуполь, а потом сидели в девятиэтажке и бомбы кидали на нас. Потом уже три убежища сменили в Мариуполе. Все, что там творили, это вообще. Бомбы кидали, страшное было. Мариуполя уже нет. Трое детей сидим в подвале. Хотим кушать. За водой не можем идти, потому что там обстреливали жилые дома. С метров пяти стоял русский танк и обстреливал наш дом, чтобы он сложился. Кого-то зачищали, кого они зачищали. А эта женщина рассказывает, что на блокпосту у нее забрали машину, высадив всю семью. Связь с мужем она потеряла. Сейчас я нахожусь в городе Запорожье, сама с четырьмя детьми. Без денег. Куда дальше, что, неизвестно. Но надеюсь, он найдется. Появится связь, он нас найдет. По данным Генштаба ВСУ, руководство России планирует создавать на захваченных украинских территориях свои органы власти. Сообщается, в частности, что для создания на территории Херсонской области очередной псевдореспублики задействованы сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Они проводят так называемую разъяснительную работу с местными органами власти и населением. Субтитры создавал DimaTorzok